Привет, друзья! Я тут наснимал то, что нам предстоит на батле. Итак, кофемашина у нас будет White Eagle, все та же. Паровики я сделаю, что они будут с одинаковыми насадками. Господи, якашка отсюда уйдет, а Митас поставится сзади, дабы оба человека были в доступе для него. На кофе мы будем выступать на Бразилии от Imprint. Чуть-чуть подробнее про нее расскажу. Итак, кофемалка будет сзади, здесь будет питчер одного участника, с другой стороны другого. Итак, я сейчас просто смолю кофеек, но еще раз, мы будем молоть на Митасе, который будет стоять сзади, и будем делать это по очереди, чтобы не мучиться с двумя кофемалками. Итак, оба участника ставят по холдеру, с левой и с правой стороны. Чашечки будут. В данном случае этот первый этап будет на чашках Акма 190 мл. И вот такие вот бутылочки 600 мл, на которых и будет проходить первый этап. Горлышко у нее стандартное, как от бутылки. Если кто хочет, приходите в кофейню, я вам их дам. Либо это просто стандартное, можно сказать, как Nestlé и все подобные. Итак, сбиваем мы в питчере, либо в нашем, либо вы берете свой, как вам удобно. И после этого вы переливаете полностью все молоко в бутылку и с него рисуете. По правилам на всех этапах вы будете ставить две чашки, но рисовать только одна попытка. То есть вы отдаете одну чашку. Точнее попытка, вот две чашки, отдаете одну из них. И так вот так вот с бутылочки, с горлышком мы рисуем. В первом этапе будет три рисунка. Выпадать будет по-разному. Это тюльпан из пяти элементов. Это тюльпан по кругу и слоу розетта. Итак, вы можете сделать две попытки и дать именно ту чашку, которую вы считаете, она у вас получилась лучше. Молоко вы можете сбивать как по отдельности, как на видео, так и в большом питчере сразу на два. Разницы нет. Бутылку используем ту же самую. Как видите, есть будет питчер, куда можно будет сливать остатки, либо это в раковину. Там решим. И у нас есть вторая попытка. На самом деле с бутылки удобно рисуется. Давайте посчитаем, сколько здесь у нас. Три, четыре, пять, шесть. Вот семь. Отличное число. Все участники будут делать, у кого выпадет этот рисунок, пара по семь тюльпанов по кругу. И третий рисунок, это будет слоу розетта. То есть участников будет на первом этапе много. Вот видите, даже у меня нахреново получается, но будем решать. В судействии я скажу, кто будет потом. Я участвовать не буду, я буду организатор и судить. И еще у меня будут, скорее всего, два человека, дабы нас было трое. Еще раз. Пользуемся каждый раз одной. Можете ее споласкивать, можете не споласкивать, дело ваше. Еще раз. Горлышко стандартное, как у бутылки из-под молока, только объем другой. Вот такая вот. То есть это два вида по сути. Но это слово розетта. Вот, оцениваться. Так, следующий этап. То есть это было 1.16, это 1.8. Будут вот такие вот роксы. Они 130, ну, можно сказать, 140 мл в них можно запихать. В которых вы будете делать стандартный рисунок. Это три тюльпана, в них розетта. С другой стороны увидите. Вы можете как отдельно сбивать. Так вот я в данном случае взял один средний питчер, в котором забью сразу на оба. Вот. Делает на одном эспрессо. Взбивается. Еще раз. Вы можете сами решать. На полном эспрессо, либо на ристретта. Кнопочка у нас запрограммирована 40 грамм. Может, ну, короче, объясню. Можно и не выключать. Итак, вот подобие того рисунка. То есть здесь один рисунок будет на всех. Это три тюльпанчика, которые мы не зачеркиваем. И с другой стороны вливаем розетта. Вот тоже у меня. Я делал по одной попытке, так что первый раз. Исполнение у меня не идеальное. Главное дать вам понять, что мы в итоге рисуем. И кто лучше нарисует, так же, ну, я думаю, вы понимаете. Контраст, симметрия. Все вот этим, как на любом баттле. Итак, третий этап. Это одна четвертая. Вот, я куплю еще парочку френч-прессов. Это 350 миллилитров. И мы будем взбивать в них молоко. Я просто нагреваю. То есть упер полностью в дно и просто грею. Чтобы мы рисовали теплым молоком, вы сами решаете. Я буду проверять. Если у кого-то будет пена на нем, то будет переделываться. Переливаем просто. Кстати, можно греть и во френч-прессе. Что-то я туплю, печеры не нужен. Вот. И тут вы уже взбиваете. То есть вы можете потренироваться. Это интересно. То есть вы пенку делаете сами во френч-прессе. У каждого, может, своя технология. Время здесь, в принципе, не ограничено. Но еще раз, сами понимаете, чем дольше вы будете страдать херней, тем хуже у вас тоже и получится. И здесь стандартный рисунок. Это тройной тюльпан. И рисуем мы именно с френч-пресса. Не переливаем. Френч-прессы будут одинаковые. Мы возьмем их по два штуки. Ну и, может, третий запасной. Вот, видите, у меня последний не очень получился. Но я не стал перерисовать. У вас, я думаю, все получится. И еще раз, у всех тройной тюльпан. И четвертый финал. Это будет со стаканчика туго. Чашечка будет большая. Это лаверамикс 300 мл, как на мировом чемпионате по лотарту. Взбиваете вы в питчере в любом, каком удобно. Переливаете в стаканчик. 450 мл. Сами гнете себе носик, как вам удобно. Можете скидывать, что угодно. И рисуем классическую розу. Вот, вы ее сейчас увидите. Рисунок достаточно известный. Нелегкий, непростой. Еще раз, я рисовал все с первой попытки. И у меня более-менее получилось. Тут вы уже руками сами изгибаете, как угодно. Если кто хочет, можете взять свои стаканчики. То гол со своей там кофейней. Без разницы. А то скажете, что у нас плохие стаканчики. И делаем вот такую розу на одном или на двойном эспрессо. Без разницы. И у кого лучше получилось, тот и выигрывает. Так что вот примерно так будет все.